Приветствую вас, дорогая церковь! Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 25 главу. Евангелие от Матфея, 25 глава, и прочитаем с 1 по 13 стих. Сегодня собрание пройдет у нас в формате двух проповедей, поэтому вторая уже будет завершающая проповедь, и прочитаем с вами стихи. Стихи. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стихи. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосуды своих. И как жених замедлил, то задремали, и все уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы, и те поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь. Моя проповедь будет состоять из нескольких частей. Первую часть мы посвятим тому, чтобы определить, понять методы трактования притч. И мы выберем один из них, чтобы разобраться в этой притче. Второй мы определим главный контекст этой притчи. В третьем пункте мы пробежимся, я бы сказал, пройдем по всем стихам, увидим, что означает каждое слово. Затем будет небольшая рекламная интеграция, это уже почти в конце. И мы сделаем определенные выводы. И самое главное, мы сможем дать ответ на вопрос, ведь моя проповедь будет называться «Мудрый ли я человек?» не спешите выносить суждения относительно меня, «Мудрый ли я человек?» это вопрос каждому из вас, вы отвечаете себе лично, прослушаем проповедь, поразмышляем, и потом сможем ответить. «Мудрый ли я человек?» Итак, эта притча нам уже всем знакома, да, друзья? Мы ее знаем, мы ее слышали, много раз ее читали, и даже когда проповедники проповедуют на нее, мы слышим разные мысли. Казалось бы, притча одна, а мысли, итогов, выводов, как будто бы множество. И это неспроста, дело в том, что как раз таки методов трактовать притчи, их несколько, я бы сказал, таких два. Первый из них – это такой аллегорический метод, когда в каждой детали этой притчи виден какой-то, в образе детали этой притчи виден какой-то реальный момент жизни или какой-то смысл из духовной или нашей физической жизни. Но когда ты трактуешь так, то ты обязан дать каждой детали трактовку. Ну, либо второй, он более такой степенный, контекстуальный, когда люди пытаются прочитать притчу и понять, в чем же там смысл. Сразу хочу сказать, что аллегорический метод, он возник неспроста. Вот, например, есть Евангелие от Матфея в 13 главе притча о семенах. Дети, вы знаете, да? Притча о семечке, что вышел сеятель сеять, одно поселил куда? При дороге, второе где? Где-то еще, потом еще, где-то еще. И вот, каждому из этих образов семечку, этой почве, Христос потом дает, что? Трактовку. То есть, он объясняет, что значит каждый образ. Вы согласны, братья и сестры? Христос дает каждому образ. Но есть притчи, где Христос произносит притчу, вот, например, как о десяти девах. Там столько интересных деталей, и кто спит, и вино, и мудрые, и неразумные. Но Христос не объясняет, что значит. Он не объясняет. И тогда выходим мы, проповедники, восполнять этот пробел и начинаем додумывать, что, где, из чего, почему, что бы это могло значить. Я этим тоже иногда занимаюсь, друзья, но сделаю поправочку. Будет мудро, если мы это ищем в самой Библии. То есть, мы находим сам текст Библии, примерно, что похоже, не похоже, но есть большая проблема. Сколько проповедников, столько, соответственно, и мыслей. И они даже могут быть библейские. Они могут быть библейские, но, друзья, может быть потерян сам текст. И вы знаете, вот Иисус Христос, вот он в этой же главе, в 13 главе, когда ученики подошли ко Христу и сказали, почему ты рассказываешь народу всем притчами? И Христос отвечает, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а вам, а им не дано. То есть, Христос, когда говорит своим ученикам, когда он передает тому же самому Матфею, а Матфей передает нам, у них не стоит задача от нас что-то скрыть. Не стоит задача, чтобы ты там потом что-то додумывал, что тебе не объяснили. Эти притчи, они самодостаточные. И притча о десяти девах, она тоже весьма конкретная. И мы с вами попробуем усмотреть, увидеть сам контекст этой притчи, не впадая в какие-то яркие образы. Друзья, я думаю, тут все понятно, да? То есть, два способа. Аллегорический, я скажу, достаточно сомнительный, потому что там много ярких образов. И второе, когда мы хотим понять, какой текст, какой смысл заложил сам Христос. Я думаю, это самое интересное, да? То есть, понять, что же Иисус хотел нам сказать. Не проповедь, не хочет донести, а сам Христос хотел же нас сказать. И вот притча, она начинается со слов. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам». Вот это единственная притча, друзья, которая начинается со слова «тогда». Нету больше притч в Новом Завете, которые бы начинали со слова «тогда». И само это слово, оно наводит нас на размышление, что это продолжение какой-то темы. Согласны, братья и сестры? Ну, согласны? Тогда. Значит, продолжение чего-то. И мы должны с вами понять, что 25 глава, логично, это продолжение 24. Вы согласны? 24 главы. Но не только по счету, но и по смыслу. И вообще 24-25 глава, они посвящены второму пришествию Иисуса Христа. Эти главы. И 24-я, и 25-я. И вот тот текст, который мы будем с вами изучать, там две важные основные темы. Первое. Мы не знаем, когда придет Христос. Мы не знаем ни дня, ни часа. И вторая тема, что необходимо бодрствовать. Это две основные темы, которые проходят через часть этих глав. И вот мы прочитаем с 36-го стиха, уже 24-й главы, написано «О дне же том и часе никто не знает ни ангела небесной, а только Отец мой один». Аминь. То есть в 24-й главе с 36-го стиха начинается наш контекст. Иисус заявляет, что никто не знает, когда этот час придет. Дальше идет история о Ное, если вы будете читать, да, следить за Библией. После Ное идет пример о рабочих людях, когда двое на поле или двое мелят в жерновах, только один берется, а другой что? оставляется. И вот 42-й стих, заключая эту историю, он говорит «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». То есть, тема бодрствования. Вначале мы не знаем, в какое время началось, когда это произойдет, потом идет бодрствование, затем идет пример с вором. 43-й, 44-й стих, «Но это вы знаете, что если бы кто ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал и не дал бы подкопать дома своего». То есть, Христос сравнивает с тем, что необходимо бодрствовать, потому что ты не знаешь, когда придет Царство Небесное. Этот же пример употребляет апостол Петр в своем втором послании Петра, помните, такое замечательное выражение, «кактать ночью», «кактать ночью». Так вот, «тать» — это древнее слово русское, означающее никого не но, не росу, не ночь, а именно вора. «Тать» — это вор, «кактать ночью». Второе послание Петра. Дальше идет притча о верном или о злом рабе. Это с 45-го по 51-го стих. Контекст там очень простой. Хозяин отправляется в какую-то опять-таки далекую страну, он оставляет следить за своим хозяйством, но этот раб неверный, он считает, что хозяин вернется не скоро и, соответственно, ведет свою жизнь распутно, плохо. То есть, это притча о том, что он считает, что это не скоро произойдет, но вот приходит хозяин и его наказывает. И это, друзья, мы прошли с вами 24-ю главу. То есть, мы видим мысль о том, что мы не знаем, когда это произойдет, второе пришествие, и вторая мысль о том, что нужно что? Бодрствовать. Все очень просто. И вот начинается 25-й стих, точнее 25-я глава, со слов «тогда». Понятно, почему «тогда»? Потому что это продолжение основных двух тем. О бодрствовании, потому что ты не знаешь, когда придет Христос. И сейчас мы пойдем с вами по тексту. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных». Перед нами притча, где сравниваются люди, разные люди. Причем видно, что они не похожи друг на друга по определенному признаку. Одни мудрые, а другие какие? неразумные. То есть Христос сразу же об этом говорит. Причем вот эта мудрость, их мудрость, она заключается в том, что они готовы поучаствовать в этом брачном пире. Они готовы, они подготовились, то есть они понимают, что жених может задержаться. Это такая, знаете, традиция. Вот мы с вами уже как двадцать веков не слыхали о таких еврейских традициях, как жених приходит за невестой, но в целом, как вот мы даже знаем про Иосифа с Марией, помните, они не жили вместе, но она была уже обручена, она уже была женою Иосифа. Вспоминаем, да, друзья? То есть как минимум было два этапа. Первое это обручение, когда муж говорит, что вот это моя жена, я бы даже сказал, мужья вносит определенную предоплату за свою невесту, отцу, но она уже считается его. Все, она его. И у него примерно один год на то, чтобы устроить этот быт. И вот в последний, как говорится, день, или в первый день свадьбы этот жених отправляется за своей невестой. И сколько он там проведет в доме у невесты, как долго будут проходить эти переговоры с отцом, какой долгий путь будет от дома отца в свой дом уже с невестой, никто не знает. То есть нету расписания. То есть такого нет, что когда у нас, допустим, брачный пир даем молитву, брачный пир пройдет в 11 в субботу. Там такого не было. И по всей видимости была традиция или какой-то обычай встречать жениха с невестой с факелами, с факелами, с фонарями. Ну, естественно, эти фонари, никакой электроэнергии, друзья, ничего нету. То есть все зажигалось естественным путем. Если это факел, то он, естественно, обмакивался в масло, для того, чтобы он горел, ткань обмакивалась в масло. Если это светильник, то он, в принципе, на масле, и он без масла гореть не будет. Ну, принцип такой. И вот перед нами такая притча, история. И тот, кто слушает эту историю, им понятно. Им понятно о чем, что жениха действительно надо ждать, это торжество, что к этому нужно готовиться, а нам немножко это непонятно. Так вот, образов здесь искать, друзья, не нужно. Самое главное, мы должны понимать, что появление жениха, это уже начало торжества. И поэтому его очень важно ждать. Ясно? Все очень просто. Итак, читаем дальше. Третий, четвертый стих. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Аминь. То здесь мы видим, мы понимаем, в чем различие между мудрым человеком и немудрым. Мудрый человек, он понимает, он размышляет, он понимает, что жених может что, опять-таки, задержаться, а масло, оно не горит бесконечно, и ты с собой, естественно, берешь бутылек. Вот есть братья, мудрые, кто ездит на советских автомобилях, либо в дальний путь, у них всегда с собой канистра бензина в багажнике, да, потому что он знает, что до заправки можно не доехать, и он с собой канистру другую берет. Бывает такое, братья? Бывает, слава Богу, это мудро, ты же понимаешь. И здесь то же самое, то есть, здесь масло, друзья, оно не несет какой-то духовный контекст, который мы можем туда приложить. Здесь масло как показатель, что один человек предусмотрительный, а другой не очень предусмотрительный. Но, чтобы вы не думали, что я об этом ничего не знаю, в основных трактовках, я скажу, действительно, есть достаточно популярное мнение, что масло это Дух Святой. Что это масло Дух Святой переводится в книгу пророка Захарии, 4 глава, мы знаем, что образ масла елея помазания всех пророков, царей, священников, это все образ Духа Святого. Мы знаем эти образы. Но здесь, друзья, масло несет конкретную цель показать, что одни готовы, а другие не подготовились. Понимаете, да, братья и сестры? Здесь вот нет этой глубины. Если даже вы увидите в нем Духа Святого, тогда вопрос, как он может закончиться, и где же этот Дух Святой купить? Ну, если мы по этой притче, соответственно, двигаемся, да? То есть, это, я подчеркну, Иисус Христос, Он говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного, то есть, все, что нужно, Он разъясняет, объясняет. Он не оставляет нас именно в своих притчах без вопроса. То есть, они понятны. Идем дальше. Пятый стих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Тоже очень важный момент, отсылка, безусловно, ко второму пришествию, то здесь замедление. Если в первой притче о рабе мы видим, что там раб думает, а, не скоро, успеется там дела привести в порядок, то есть, там быстро пришел, да, господин, он не ожидал. А здесь немножко другая история, то есть, он пришел дольше, дольше ожидаемого. И даже люди уснули. Причем, здесь, друзья, уснули, опять-таки, не несет негативный контекст. Я слышал много таких проповедей, не одну, когда говорили, церковь уснула. Все, церковь уснула. Ну, надо сказать, опять-таки, забегая вперед, что 10 дев, это не невеста, не одна невеста, да? У Христа сколько? 10 невест или одна, друзья? Одна, да? Я тоже считал всегда, что одна, не 10. 10 дев не символизируют церковь, потому что это просто девы, которые собрались на пир, собрались с маслом, кто-то без, все, они просто девы. Это не церковь. И вот, то, что они уснули, это не несет негативный контекст. Точно так же, как нет негативного контекста, когда Христос пришел, один работал, и второй работал. То есть, многие думают, что Христа нужно ждать только в церкви. Нужно обложиться служениями максимальным количеством, да? Совершенно забыть про этот мир, не работать. Так вот, друзья, это неправильно. Даже отчасти это где-то немудрое поведение, потому что есть время работать, как апостол Павел Фессалоникийцам говорит, а есть время, когда ты должен действительно служить. Есть человек, который рукоположен или назначен на служение, да? А есть человек, который поклоняется Богу, и это поклонение Богу, оно происходит не только здесь, на служении, друзья, но это поклонение Богу происходит также на вашей работе. Когда вы ездите в машине, когда вы общаетесь с детьми, оно происходит регулярно, регулярно поклонение Богу происходит. Итак, в общем, то, что они уснули, здесь нет негативного контекста, а вот словно бодрствуйте, мы можем понять не то, чтобы не спите, не спите, да? А вот это, знаете, будьте начеку, будьте готовы. Вот хороший пример про родителей, я даже думаю, больше это к мамам. Вот мамы, кто-то уже повзрослее, маму уже, наверное, забыли, а у кого-то свои малыши, вы помните и знаете, что вроде как мы ночью спим, мы спим ночью, но как только там какое-то шевеление, крик, ты раз проснулся и готов там покормить, да? То есть ты бодрствуешь, это не значит, что ты не спишь, ты начеку, ты бодрствуешь, ты услышал крик, проснулся, все, вперед и снова потом уложил и спать. Понятно, да, друзья? То есть спать это не негативный контекст. Идем дальше, шестой, седьмой стих. «Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему, тогда встали все девы, те и поправили светильники свои». То есть начался самая настоящая, самостоящая иллюстрация как раз-таки подготовленности или неподготовленности. И восьмой, десятый стих. «Неразумно же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудры отвечали, «Чтобы не случилась недостатка у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. Здесь мы видим, опять-таки, друзья, не нужно придавать контекст, у кого можно купить масло. Есть такая трактовка, что это в церкви, да, можно купить масло, получить Духа Святого. Но мы же говорим о втором пришествии, друзья, о втором пришествии, куда ты уже пойдешь, где будет Дух Святой-то раздаваться. Это просто иллюстрация, что они не готовы. Также есть люди с негативным контекстом, они говорят, вот смотрите, эти верующие жадные люди. То есть, другой оказался в беде, нужно было немножко отлить этого масла, войти все вместе, но они не смогли. Но и здесь нет негативного контекста, здесь не морально-нравственная притча. Здесь конкретно говорится, что если я тебе отдам, то у меня у самого что? Не будет. Это неплохо, нехорошо, это факт. То есть, тут не нужно усматривать плохих верующих, которые не помогают неподготовленным верующим. Тут вообще речь не об этом. И вот одни вошли в радость, а другие нет. И вот 11-12 стих, он уже выводит нас из притчи в реальность, с которой мы когда-то с вами встретимся. 11-12 стих. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. То здесь, смотрите, Христос так красиво переходит от притчи к реальности. Здесь уже не называют женихом. Вы когда мы слышали, чтобы жениха называли господином? Вот мы пришли, допустим, на свадьбу к кому-то, и мы говорим, господин, спасибо, что пригласил нас, да, господин или там его супруга, госпожа. Мы так не говорим. Здесь Христос уже переводит конкретно речь на второе пришествие. Господин здесь однозначно наш Господь. Однозначно. И вот 13-й стих, главный вывод, написано, итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И вот эта мысль, друзья, она проходит через 24-ю и 25-ю главы о том, что мы должны бодрствовать и о том, что мы не знаем, когда это произойдет. Это главная мысль, друзья. И их достаточно. Иллюстрации какие-то, вот эти псевдодуховные глубины, они здесь не нужны, потому что это уже глубоко. То, что Христос, Он придет, и мы не знаем, когда это произойдет. Вот смотрите, здесь Матфей в этом отрывке он пятикратно повторяет, вы не знаете, пять раз повторяет, то есть это очень и очень важно. И вот, друзья, казалось бы, здесь Матфей, он в этой притче, он не отвечает на вопрос, на самый главный вопрос, а что же значит бодрствовать? Вас же заинтересовал этот вопрос, друзья, что же значит бодрствовать? Ну, лично меня интересует, что же значит? И Матфей как будто бы не отвечает, он только вот в этой притче он говорит, ребята, включите мозг, думайте, будьте мудрыми, ожидание означает думать, то есть то, что вы ожидаете Христа, это предполагает не просто проживу день, как могу, а я думаю. Притча о рабе говорит о том, что ты должен быть подготовлен, и вот, друзья, здесь как раз таки настало время небольшой рекламной интеграции, как и обещал, во втором послании Петра, которое мы проходим по вторникам в семь часов, у нас разбор слова проходит здесь в доме молитвы, я всех вас приглашаю, во вторник в семь часов, там мы будем разбирать второе послание Петра, уже последние завершающие стихи, которые полностью посвящены, что значит ожидать, бодрствовать в ожидании Царства Небесного, то есть мы об этом подробно поговорим, и закидывая, так сказать, мысль вам, я там порядка шести, можно сказать, семи пунктов, которые можно сказать, но одно, что Петр нам рекомендует, и о чем, кстати, пропел недавно хор, о том, что мы должны желать Царства Небесного, то есть одно из наших мыслей, из бодрствования, оно заключается в том, что ты действительно не просто, ну да, Небесный Иерусалим будет, да, я встречусь с Господом, то есть ты этого должен желать, друзья, этого необходимо желать, то есть это желанно, невероятно желанно, то есть этого нужно ждать, да, одна еще из мыслей Петра, о которой мы поговорим во вторник, она заключается в том, что ты, желая этого невероятного события, предвкушая встречи с Господом, ты не должен забывать про мир, в котором ты живешь, о людях, не забывать, с которыми ты общаешься, то есть он говорит немножко о проповеди Евангелия, ну и третий пункт, который я отмечу тоже из послания Петра, там сказано о мире в сердце, там написано, что мы перед ним явимся неоскверненными в мире, и в мире, не в этом мире, а в том, что у тебя есть мир в сердце, то есть апостол Петр, он говорит, что бодрствование заключается в том, что ты желаешь этого мира, находишь этот мир, друзья, и мы ответим на этот вопрос на этом послании, на этом разборе приходите, вот, и это должно быть для нас желанным, теперь возвращаемся к тексту, о чем же нам говорит Матфей, что же нам хочет рассказать сам Матфей, что же означает бодрствовать, и следующий, за притчей о десяти девах идет притча, друзья, кто помнит о чем, о ком, у кого есть Библия, друзья, там все очень просто, о талантах, правильность, идет притча о талантах, и это тоже невероятно богатая притча образами, и чаще всего мы под талантами понимаем, что, друзья, наши какие-то дары, давайте я буду отвечать за вас, я понимаю, все очень тяжело, мы не привыкли отвечать друг другу, я не буду вас смущать, задавать вам вопросы, но тем не менее, процентов девяносто, даже если он не скажет, что так, но он будет думать, что таланты, это наши возможности, то есть, допустим, вот Григорий Иванович или Константин, они ходили в музыкальную школу, ходили в музыкальную школу, отучились играть на скрипке, два у нас виртуоза сидят, но перестали это делать, как только стукнул там последний класс, они все сделали, все сдали, и все, и в миру, говорят как, закопал свой талант, но это, друзья, мирская поговорка, потому что в притче таланты были-то не их, таланты-то раздавал Господь, Господь не их, и мы понимаем, что даже если Григорий Иванович забросил свою скрипку, поломал ее на две части или положил далеко-далеко в шкаф, это не значит, что из-за этого он попадет в ад, вы согласны, друзья? Но это не, вот эта аллегория, она даже никак не совместима. Мы же понимаем, что смысл этой притчи, опять-таки, о бодрствовании и о том, что твое ожидание Царства Небесного предполагает, что ты не просто сидишь на скамеечке, ты ожидаешь и что-то преумножаешь, ты что-то делаешь. И если хотите, если впасть немножко в аллегорию, то я думаю, что здесь речь идет о Слове Божьем. О Слове Божьем, потому что в этой притче Христос, помните, когда забирает у неверного раба и отдает другому. И он говорит, у одного, у кого отнимется, а у другого, которому есть, что прибавится. Точно такую же мысль мы прочитали в самом начале собрания, точнее не прочитали, но вспомнили этот текст, Евангелие от Матфея 13 глава, говорится о тайнах Царства Небесного, о Слове Божьем. О Слове Божьем. И еще дважды, в Евангелиях точно такой же контекст о Слове. Поэтому, если и думать олигорически, то, скорее всего, здесь под талантом понимается Слово Божье. Но не точно, друзья. Но не точно. Скорее всего, но не точно. Это библейская точка зрения. Я подчеркну, мы можем придать талантам значение Слова Божьего, но можем упустить главный текст, главный смысл. Потому что главный смысл о том, что мы должны бодрствовать, мы не знаем, когда придет наш хозяин, и мы не можем сидеть просто на месте. Мы должны вот этой, согласно этой драгоценности, соответствующей жить. В данном случае нужно было бы приумножать. И вот, кстати, если это Слово Божье, это тоже библейский контекст, друзья. Ни в коем случае не нарушаем. И вот дальше за талантами идет следующая притча, которая как раз-таки более понятно, более конкретно говорит о том, что значит, друзья, бодрствовать. Эта притча, ну, поскольку у нас эти животные становятся нарицательными, поэтому я скажу так, уменьшительно-ласкательно, о козликах и об овечках. Об о козликах и об овечках. Когда-то, может быть, среди молодежи мы прочитаем такую проповедь «Козлик ли я?» Да? Как бы, но, опять-таки, это вопросительное будет, не суждение проповеднику. Мы прочитаем, о чем это, собственно, притча, главный смысл. 35 стих, 25 главы и 36. «Ибо я алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Аминь». То есть, смотрите, много-много притч о Царстве Небесном, и только одна, она сводится к одной интересной мысли, что наше отношение к Богу, даже скажу так, наше отношение к людям показывает наше отношение к кому? К Богу. К Богу. То есть, здесь Иисус даже ставит знак «равно». И бодрствование, оно заключается в том, что ты, ожидая Христа, соответствующе относишься к окружающим тебя людям. И здесь не только, друзья, о добродетелях. Мы уже много раз говорили об этом, что здесь и о любви может быть сказано также о бодрствовании. Но здесь конкретно, здесь конкретно в этой притче сказано о добродетели. То есть, человек был над, но его одели. И Христос говорит, это вы меня одели, это вы мне помогли. То есть, смотрите, мы встречаем иногда людей и рассуждаем, достойный ли этот человек моей помощи. То есть, я ему помогу, а он, соответственно, потом ко мне спиной развернется. Но вопрос даже так не стоит. Если я бодрствую, ожидая пришествия Христа и вижу человека в нужде, то я что делаю? Я просто помогаю. Я не выношу суждения. Я просто помогаю. Потому что Христос говорит, это ты мне помог. Смотрите, еще интересно, мы под ожиданием думаем, что здесь какая-то невероятная духовность. То есть, я бодрствую, я ожидаю. Я прочитал уже Библию 110 раз. Я выучил все псалмы, не знаю, и практически от меня уже как святостью, как током отбивает людей. Я невероятно святой, я великолепен. Но здесь Христос говорит о том, что не в этом бодрствование заключается. Если человек заболел, ты просто к нему что? Пришел. И твой первый вопрос не заключается в том, так, ну давай, Константин уже прилетал, так, Константин, почему ты заболел, ты уже думал об этом, за что Господь тебя наказал. Вот не вот с таким сердцем мы приходим рассуждать о его немощах, как лучшие друзья, Иова. Мы приходим, поддерживаем этого человека. Даже Христос говорит, мы приходим, мы не лечим этого человека, заметьте, мы не врачи, мы просто приходим и находимся рядом с ним. И Христос говорит, это вы ко мне пришли, это вы ко мне пришли. Человек находится, допустим, в гонениях, то есть он попал в тюрьму, и мы посетили его, Христос говорит, это вы меня посетили, А я уверяю, у вас есть определенная ответственность у тех людей перед государством, которые посещают таких людей. Они тоже становятся на контроле. То есть ты пришел к тому, кого посадили за веру, и ты к нему пришел в гости. Естественно, ты такой же. За тобой тоже будет надсмотр. И вот, друзья, и даже Христос приводит такой простой пример, когда ты не просто человека накормил, а человек жаждал воды, и это уже ты бодрствуешь, уже даешь воду, даешь человеку возможность утолить свою жажду. Вы представляете? То есть бодрствование в понимании Христа, оно заключается в том, что вся наша жизнь, она проходит под таким углом, что мы ждем Царства Небесного, и во всех окружающих мы видим тех, кому нужна наша помощь. Не нужда, ну, достойны ли они нашей помощи, не в этом вопрос стоит. А если я вижу, что есть нужда, я просто помогаю, потому что я бодрствую. Также я отмечаю, в самом начале, из 24 главы мы прочитали, что человек работал. Оба были на поле, но один из них бодрствовал, а другой нет. Понимаете? Но работал. Друзья, работать можно. Мы видим раба, который не бодрствовал, который думал, а это произойдет не скоро. И нельзя не заметить вот это вот, можно здесь, друзья, провести эту аллегорию, нельзя не заметить вот это неправильное отношение. И раб говорит, а это не скоро будет. А дева говорит, да он скоро придет, там масла много-то не надо, вот раз-раз, и мы уже раз на празднике, все. И тоже мы вот так вот неверующие вот сегодня, кто сидит, кто понимает, что ему нужно покаяться, кто понимает, что вот уже день Христос, он придет. Вы не то, что вы верите, вы знаете, что это произойдет. Ну вы откладываете свое покаяние, думаете, ну еще чуть-чуть поживу для себя, вот еще этот мой любимый грех вот будет со мной. Или даже верующий человек, он понимает, что он придет, Господь, но продолжает какие-то вот штучки вредные в своей жизни делать, не избавляется от них, не избавляется. Но тут важный момент, друзья, мы попадем в Царство Небесное не потому, что мы заслужили, а наше бодрствование показывает, что мы верующие люди. То есть если я не бодрствую, большой вопрос вообще, верующий ли я человек, вот к чему вопрос. А если я верующий человек, то я бодрствую, то, естественно, я осуждаю грехи в себе, естественно, я стараюсь быть лучше, чтобы во мне отражался Христос. Вот в этом смысл, друзья. Итак, давайте подведем итоги. Значит, мы прочитали с вами притчу о десяти девах. Очень богатую притчу, казалось бы, аллегориями, но мы увидели с вами главный контекст. Главный контекст о том, что мы не знаем, когда придет Христос. Мы этого не знаем. И мы должны бодрствовать. Это самая главная мысль вот в этой притче. Потом мы видим, что Матфей только в конце, уже в притчах о козликах и овцах, он конкретизирует, что это значит бодрствовать. И мы немножко вспомнили, была такая у нас рекламная интеграция, из послания Петра, из второго послания Петра, как бодрствовать представляет себе Петр. И вообще, друзья, о втором пришествии в Новом Завете более 170 раз написано. Представляете? О втором пришествии более 170 раз. Не во всех написано, как себя нужно вести, но очень много по-разному, с разных сторон описано, что значит бодрствовать и ожидать. Друзья, и вот мы подошли к самому концу проповеди. И я думаю, что вы уже сейчас получили определенную пищу, и вы способны через некоторое время ответить себе на вопрос, мудрый ли я человек. То есть вы порассуждаете над своим сердцем. На этом, друзья, и помолимся. Аминь.